Огромные потери в технике и живой силе, массовое бегство россиян из собственной страны из-за мобилизации, а теперь и угроза ядерной войны. Всё это для граждан России стало неожиданным ударом, нанесённым им собственным президентом. На войне спотыкается так много диктаторов, потому что у многих из них за годы лизоблюдства и подхалимажа появляется профессиональное заболевание в виде сверхуверенности. Поэтому, ввязываясь в военную авантюру, они оценивают свои шансы выйти из неё победителями неадекватно высоко. Владимир Путин находится у власти вот уже 22 года, и на сегодняшний день его действия вызывают недовольство даже у самых преданных Кремлю пропагандистов. Катастрофические просчёты в планировании и неспособность достичь поставленных целей в Украине неизбежно повлекут за собой смену власти, пишет авторитетное издание «Политика». Вопросом остаётся лишь то, как именно это произойдёт. Вот тогда ещё вчера лояльные элиты с поддержкой населения, которому вчера обещали победу, выходят против проигравшего диктатора. И вся авторитарная система, которая складывалась годами, ружится. Шансы на то, что Владимир Путин сам уступит власть, ничтожно малы, однако не отсутствуют совсем, заявляют аналитики. При таком сценарии первым и наиболее вероятным преемником может стать Николай Патрушев, бывший глава разведки ФСБ, а ныне секретарь Совета безопасности России, он целиком и полностью разделяет мировоззрение текущего президента. Враждебность к Западу и США, в частности, поддержка конспирологических теорий о том, что России грозит опасность, лишь малая часть его убеждений. Издание «Политика» приводит своеобразную шкалу, согласно которой оценивает вероятность прихода к власти Патрушева в три кремлёвские башни из пяти, а возможность применения им ядерного оружия в четыре из пяти ядерных грибов. Рассматривают специалисты в качестве кандидата и сына Патрушева Дмитрия. Он более безопасен для мира, пишут СМИ. Вероятность прихода к власти, как и применение ядерного оружия, один из пяти. Пост может занять и Дмитрий Медведев. Шансы у него невелики. Всего две кремлёвские башни. Вероятность ядерной эскалации также низка. Оценку в две башни и три ядерных гриба получил бывший телохранитель Путина, а нынче губернатор Тульской области Алексей Дюмин. По сообщениям СМИ, он является личным фаворитом президента, спасшим его когда-то от нападения медведя. Активно участвовавший в аннексии крымского полуострова в 2014-м, Дюмин является преданным соратником диктатора. По мнению авторов «Политика», существует и другой сценарий. В случае заговора, именно насильственного отстранения или убийства Путина, власть в свои руки может взять так называемая «кремлёвская тройка». Сергей Шойгу, Александр Бортников и Владимир Колокольцев хоть и демонстрируют свою преданность, однако вероятность их прихода к власти довольно высока. Наиболее конституционным может стать приход к власти премьер-министра Михаила Мишустина в случае болезни или недееспособности Путина. При этом задержаться на посту шансы у Мишустина невелики. Такие же у нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина. Издание «Политика» называет и несколько менее вероятных сценариев развития событий. Это в частности свержение Владимира Путина военным путем. Поучаствовать в перевороте мог бы Михаил Мизинцев, которого еще называют мясником Мариуполя. Он возглавлял осаду города, в результате которой погибли десятки тысяч мирных жителей. Путинский пехотинец, как он сам себя называет, Рамзан Кадыров, также может поучаствовать в гонке за президентское кресло. Вариантность успеха невелика. Один из пяти, чего нельзя сказать о возможности ядерного удара. Пять из пяти. Однако даже более опасным для мира является Евгений Пригожин. Политика дает ему аж шесть ядерных грибов. Исключать возможность народного восстания против нынешней власти также нельзя, сообщают СМИ. Алексей Навальный и Михаил Ходорковский могли бы стать лидерами новой вихи в российской истории. И хотя самостоятельно прийти к власти шансы у них минимальны, эксперты допускают сценарий, при котором следующий лидер РФ освободит Навального из заключения в качестве жеста примирения с Западом. Продолжение следует...